Спасибо, что вы нашли время присоединиться к нашему уроку. Я всех всегда очень рада видеть. Надеюсь, что у вас все хорошо. Еще раз я напоминаю, все наши уроки мы будем посвящать людям, которым нужно благословение в определенных вещах. На здоровье, на нахождение пары, на рождение детей, на все что угодно. Поэтому вы можете в комментариях писать имена, кому вы хотите посвятить этот урок, и с Божьей помощью он принесет благословение. Главное остаться до конца урока. Эра в топ-7. Меня зовут Адина, с кем мы еще не знакомы. И обычно в четверг я даю урок по недельной главе. Наша недельная глава Ноах. Вы можете найти прошлогодний урок, который я давала. И этот урок будет как будто продолжением, но уверена, что все те, кто не слышал прошлогодние, тоже поймут, о чем речь. Потому что я каждый урок пытаюсь выносить что-то для нашей жизни, что-то актуальное, что-то, что мы можем выучить даже из истории, которая произошла много тысяч лет тому назад. Итак, мы начинаем. Совсем недавно у нас был праздник Симха Тора, когда мы начинаем читать Тору. Мы берем свитки Тора, танцуем вместе с ними. И у нас есть два жениха. Добрый вечер всем. У нас есть женихи Торы, так они и называются. В отдельных общинах даже за честь носить этот титул платят определенные деньги, которые идут на дзадаку в синагогу. Итак, первый жених у нас называется жених Торы, а второй называется жених Берешит. Чем эти два жениха отличаются? Тем, что один заканчивает читать Тору, и второй, не отходя от кассы, тут же, в этот же день, в это же чтение, начинает Тору с нового, с новой главы, с нового листа. Поэтому он называется жених Берешит. И всегда это вызывало такие вот смешки у наших мудрецов, потому что невеста у нас одна, Тора Всевышний, а жениха у нас два. С чего бы это вдруг? Один по любви, второй по блату, но нет, тоже не так. Фишка вся в том, что первый жених, который он заканчивает читать Тору, он олицетворяет собой того человека, кто весь год учил Тору, преподавал Тору, уделял внимание Торе. И он, имея честь, нести эту Тору, обнимая ее и говоря, посвятил тебе весь этот год, и я очень хочу, чтобы следующий год был еще более крутой в изучении, чем прошлый. Следующий же жених, жених Берешит, который начинает читать Тору, олицетворяет с собой человека, который только начинает. Это знак для нас всех, что даже если вы первый урок сейчас находитесь с новой экрана, или вообще не уделяете внимания Торе, неважно, что у вас было в прошлом, с этого момента мы можем начать и быть женихами Берешит, которые будут любить эту Тору, нести ее весь год, так что в следующем году мы с вами смогли сказать «Вау, Адина, мы с тобой выучили все главы Торы, и сейчас мы можем из жениха Берешит быть женихом Тора» с Божьей помощью. Но, единственное, что я вам хотела сказать, что мы очень часто просим Всевышнего, чтобы Он дал нам возможность учить, и чтобы мы больше это все делали. И если бы мы послали наше с вами желание и просьбу Всевышнему по имейлу, то Всевышний, скорее всего, ответил бы нам очень коротким письмом. «Все, что ты просишь, зависит только от тебя». Что зависит от Всевышнего? Условия. Мы должны просить у Всевышнего, не чтобы мы больше изучали Тору, потому что это мы, это наша с вами борьба с фейсбуком, с интернетом, со всякими нашими дурными началами, которые отвлекают нас от занятий. Всевышний скажет «Ты все сам можешь!» Что я могу тебе дать? Я могу тебе дать избавление от короны с Божьей помощью, я тебе могу дать здоровых детей, я тебе могу дать мужа, который будет заботиться о тебе так, что у тебя останется время на Тору, у тебя будет жена, если вы мужчина. В общем, прошу для всех у Всевышнего, чтобы он дал нам с вами возможность учить Тору, делать хорошие вещи, и чтобы все вокруг этому сопутствовало. С Божьей помощью все, кого вы сейчас упомянули в комментариях. Нона Баттамара после операции Уайра Фа Шлема, пусть Всевышний пошлет ей полное исцеление. Сергей Бен Ирина, Марьяна Бат Ирина, Диана Бат Ирина. С Божьей помощью всех остальных я прочту после урока, но значит, что этот урок посвящен именно им. Итак, мы с вами начинаем почти изучать Тору. Вы недалеко ушли, если вы до этого не пропустили, что было в прошлых сериях. Наша недельная глава называется «Ноах», и посвящена она правильно Ноаху. И очень интересная история получается. Эта недельная глава учит нас безумно интересным вещам на нашу жизнь. Я расскажу вам небольшую историю. Парень заходит в киоск и просит у хозяина магазина киоска позвонить. «Нет телефона, можно я позвоню?» Звонит он, набирает первый номер. «Алло, здрасте, скажите, вам садовник не нужен?» «Нет, не нужен?» «Ладно, спасибо». «Можно еще один звонок?» «Алло, скажите, пожалуйста, вам садовник не нужен?» «Нет, вы своим довольны?» «А если у меня цена будет лучше?» «Тоже не подойдет?» «Ладно, спасибо». И так он набирает еще несколько номеров, и никому не нужен садовник. Он кладет трубку, и хозяин этого киоска говорит, «Малыш, извини, но вот такая жизнь тяжелая, любое начало сложное, я уверена, что у тебя все будет хорошо». Он смотрит на него и говорит, «Ты не понимаешь, это именно тот ответ, который я хотел получить». «Почему?» «Да потому что я садовник во всех этих семьях, только никто из них никогда меня не хвалит. Я прихожу, когда их нет дома, я ухожу, когда их нет дома». И получается, что я никогда не знаю, довольны ли они моей работой, довольны ли они цветами, довольны ли они деревьями. И каждый раз я боюсь, что вот-вот и мне найдут замену. Сейчас я вижу, что никто мне замену искать не будет, даже если предложат садовника намного дешевле, чем я. Так вот, Лилечка, привет! Рада видеть знакомые лица. Привет! И к чему это я? К тому, что похвала, она всегда очень-очень важна в нашей жизни. Именно про похвалу мы сегодня с вами будем говорить как основная тема. Мы, как люди, очень любим похвалу. И я вам скажу, что никогда с похвалой нельзя переборщить. Чем больше мы будем хвалить наших детей, тем больше у нас будет мотивация творить и делать. Что же делает наша святая Тора? Она совершенно скупа на слова, которые говорят про наше великолепие. Авраам никогда не сказано, что это был самый мудрый из людей. Про Мушера Бейну не сказано, что он был самый скромный из людей. Это все сказали наши мудрецы. По действиям этих людей мы видим, какая была их личность. Тора ни одного человека вообще за всю историю не называет ни умничкой, ни лапочкой, ни скромнягой, ни никого, кроме одного человека. Кого именно в нашей неделе на главе Ноах удостаивается того, что Всевышний говорит про него вещи, которые он не говорил ни про кого до него и ни про кого после него. Ноах назван в нашей неделе на главе тремя такими интересными вещами, вещами, словами. Он назван Цадик, он назван, написано, что Ума Цахен Бейне Ашем. Он нашел Хен в глазах Всевышнего. Что такое Хен? Хен – это харизма. Это человек может быть совершенно некрасивым, бестолковым, но в нем такая харизма, что его хочется слышать, от него хочется заряжаться, с ним хочется быть вместе. Как мы тоже знаем, что Всевышний имел в виду именно Ноаха, то, что буквы Хен и Ноаха – это одни и те же буквы. Замечательное какое имя, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Так вот, Всевышний говорит, что ты Цадик у меня, и ты моими путями ходишь, и ты Томим. Томим – это, ну вот, лапочка, просто. Нечего тебе сказать. Мало того, что в начале недельной главы у нас хвалят Ноаха, так еще и потом, когда он строит ковчег и говорит, иди сюда, я напомню тебе, за что я тебя выбрал. Потому что ты, Цадик, и твоя семья, Цадики, заходи, гостем будешь. И приходят все наши мудрецы и говорят, а чего вообще он в достоинстве того, что его сам Всевышний так хвалит единственную вообще за весь тонах. И находят, естественно, слово, которое как будто бы уменьшает значимость Слов Всевышнего. Какое это слово? Написано, что Цадик Аябе Доротав. Цадик, он был в своем поколении. А-а-а, приходят у нас два типа людей. Один из типов, я надеюсь, что мы все к нему относимся, представителем этого типа является Арабли Витсрах Избердичево. Он сказал, у меня хороший глаз, я привык судить людей в хорошую сторону. Когда Всевышний пришел и сказал, Цадик, он был в своем поколении. Что Всевышний имел в виду? Конечно, он был праведником. Посмотрите на всех вокруг. Он был один, кто боролся за свое место под солнцем. Ему все говорили, воруй, я не знаю, возьми себе вторую жену, да сделай то, что делают все. Ведь мы знаем, что когда все общество делает что-то вместе, то в какое-то время это становится принятым в обществе. Но Ар стоял на своем и говорил, нет, я пойду против вас всех, я пойду против общества, я останусь тем, кем я есть. Офигенный пацан. Цадик был в своем поколении. Приходят стальные мудрецы, а их большинство. И что они говорят? Ха-ха, не все так просто. Цадик был в том поколении, а если бы он был в поколении Авраама Муше, его бы даже не взяли на должность водителя праведника. Да его в магазинах по шейкелю можно было купить таких нохов, как он. Почему? Потому что очень легко выделяться из кучки овна, извините. Очень легко, когда все вокруг падшие люди, то даже то, что ты ходишь только со своей женой, это тебя уже выделяет. То, что ты не воруешь и зарабатываешь, это тебя уже выделяет. И приводят они пример, который очень, мне кажется, обидел бы ноха, если бы он дожил до прочтения этого комментария. Написано, что представьте себе духи паленые, духи какие-нибудь китайские, я не знаю, подделка. Поставьте их в магазин шикарных духов. Все скажут, боже, до этому здесь не место. Он же выделяется от всех вот этих вот шикарных духов своей дешевизной. То же самое был нох. Или, говорит Равлевец, как из Бердичева. Ай, извините, у меня дочка пришла. Секунду, я только скажу, чтобы она зашла. Извините. Извините, пожалуйста. Равлевец, как говорит. А, нет. Этот пример показывает, что наоборот, когда вы берете самые дешевые духи и ставите их возле... Мусорного бака, который воняет. Все проходят и говорят, о, этот запах дает нам такое наслаждение. Они стоят именно на своем месте, и у них прекрасный запах. Относительно того, что стоит рядом с ними. Так вот, это большой спор между мудрецами, чего вообще нох назван сегодняшним циадиком, и был ли он таковым на самом деле. Это я хотела с вами разобрать на этом уроке. Но, задаю я другой с вами вопрос. Ведь у нас с вами есть прямая заповедь-история. Судить человека в хорошую сторону. Если у тебя есть возможность подумать про человека плохо или хорошо, думай хорошо, никогда не ошибешься. И есть много таких тренингов, которые мы детям в садике давали задания. Например, если вы видите, что девочка зашла в некошерный Макдональдс, что вы подумаете? Что она пошла кушать некошерно, или что она просто зашла туда в туалет. То есть тренировать постоянно в себе вот это вот желание судить людей в хорошую сторону, так же, как мы хотим, чтобы судили нас. У нас есть с вами эта заповедь. Мы с вами никто, и даже те мудрецы, которые комментируют, не были знакомы с нохом. Вопрос. Чего вы от него хотите? Вам так сложно сказать, что Всевышний имел в виду то, что он сказал? Почему надо находить какие-то отмазки? Он это имел в виду, он это имел в виду. Всевышний прямой. Он сказал, что цадик, примите его как цадик. Чего он не имется? Вот такой вопрос задают остальные мудрецы. И мы сейчас с вами разберемся, чего не имется. Более того, Тора, она же у нас не желтая пресса, которая пытается очернить личность, рассказать про какие-то экстренные ситуации, для того, чтобы завоевать наше читательское доверие, чтобы мы купили вторую серию. Не будет второй серии. Вообще, мы знаем, что Тора, Тора, она очень конкретная. Нет ни одной точки, ни одной буквы, которая сказана впустую. Например, даже когда Всевышний, вот в нашей недельной голове, говорит ноху, чтобы он взял с собой две свиньи в ковчег, исходя из того, что свиньи есть в наше время, значит, они были в ковчеге, поэтому они дожили до нашего времени, Всевышний говорит, возьми себе это нечистое животное. Тора, у тебя букв считанное количество. Каждую букву ты стережешь и охраняешь. Почему не сказать, это грязное животное? На иврите есть более красивое слово, есть Таора, есть Таме. Почему нельзя сказать, возьми это животное Таме? Почему надо сказать нечистое животное, как будто бы используя не частицу, не как лишнюю? Приходят мудрецы и говорят, да не лишняя она. Всевышний даже свинью не обидит, если ее не надо обижать. Он и не скажет, что она грязная. Когда приходят законы кашрут, а там уже говорят, это можно, а это грязная нельзя. Ну а здесь, что ее обижать, что она вам сделала? В ковчег она зашла. А тут она про Ноаха говорит, хорошие вещи, примите, распишитесь, и хватит бугнеть. Почему мы все, вообще, почему мы не называемся народом Ноаха? Почему Ноах не является одним из наших праотцов? Наверное, Тора что-то, да, хотела сказать. Нету дыма без огня. Мы бы очень хотели с вами сейчас разобраться в личности Ноаха, почему все-таки мудрецы ищут какие-то заморочки в его прошлом. Давайте начнем немножко сначала. Когда Ноах родился, его папочка сразу понял, что это особенный мальчик. Мы с вами все, у кого есть дети, с Божьей помощью те, у кого будут дети, все тут же видим в нашем чаде. Он будущий Эйнштейн. Да он в пять месяцев уже пел, а в десять он уже пошел, а в двенадцать он уже сдал стих. Я не знаю, там... Так вы тоже комментируете. Да, я комментирую. Кто я? Я вам говорю комментарии комментаторов. Я тавтолог. Тавтатолог. В общем, мы все думаем, что наши дети самые замечательные. Конечно же, вы правы. Но не для всех же они замечательные. Как папочка Ноаха, как только он родился, сказал, этот малыш покорит землю. Он принесет искупление, избавление. Почему мы знаем, что он с первых минут получил такие знания? Потому что он назвал сына очень говорящим именем, которого не было до этого. Что обозначает Ноах? Первое это Менуха, а второе это Нехама. Исправление, искупление, прощение. И второе Менуха это отдых. Что он имел в виду, когда называл своего ребенка и какие вещи он предвидел уже при первой встрече с этим ребенком? Это был особенный мальчик с первых секунд. Почему? Потому что у нас мудрецы говорят, что он родился, во-первых, с пальцами. Первый человек, который родился с пальцами, был Ноах. Чего до этого не рождались с пальцами? Все мы знаем, кто пропустил прошлую недельную главу Берешит. Пройдите, посмотрите. Да, реклама скрытая. Когда Адам совершил грех, земля была наказана, и будете вы в тяжести хлеб свой зарабатывать и рожать, вы будете тяжело. И, в общем, была эта катастрофа какая-то. Земля в тот же момент проклятия стала твердой, с колючками, с какими-то вещами. Невозможно, ее было копать, и с того момента люди начали рождаться с руками-копачками, если можно так назвать. Все пальцы были соединены для того, чтобы легче было эту землю копать. И когда Ноах родился с пальчиками, папа сказал, ну, так это потому, что он изобретет какую-нибудь копачку, и не надо будет ему копать руками. И второе, что он увидел, когда опустил свой взгляд ниже. Ого, так этот малыш еще родился у нас с обрезанием. Что говорит обрезание? Когда Адам спросил Всевышнего, а да когда продлятся все эти суровые наказания? Всевышний сказал, я начну эти наказания уменьшать, когда родится обрезанный ребенок. И тогда, когда он увидел, что Ноах обрезан, он сказал, о, принесет этот ребенок новое утешение еврейскому народу. То есть изначально мы видим, что да, он был рожден для особенной цели, он был особенным ребенком, и не только Всевышний его выделяет, но и все мы, и папочка, и история, и вообще. Это знаете, как в Косовос прилетели американцы, хотели там поставить роспись, что они первые, кто попал на Луну, и ручка не работала, потому что действует она под силой тяжести. И они сказали, что в следующий раз, когда прилетят, они обязательно изобретут ручку, которая без, работает тоже в космосе. Когда вторыми прилетели русские, они допустили этой ошибки, и что это прилетело в космос? Карандашом мы первые расписались. Так вот, всегда мы можем что-то облегчить в нашей жизни, благодаря Ноаху это облегчение пришло, и с тех пор, слава богу, Смотрите, если бы у нас был один маникюрный, ладно. Окей. Что же такого произошло, что после тысячи, почти 1600 лет, полторы тысячи лет создания мира, когда Всевышний создал что-то грандиозное, невероятное, нобелевский лауреат, я не знаю, до сих пор мы гадаем загадки вселенной, которая была создана, тогда Всевышний решает, что он хочет полностью устребить эту землю, нажать на кнопку, ядерная война, репит, все перерепит, как-то рестарт, все переделать. Что же произошло? А поколение, в котором жил Ноах, мы знаем, было нечестивым. И было у них три основные греха, которые они совершали. Первый грех – это знут. Знут – это все, что связано с интимными отношениями. У них был очень ряд законов, которые с этим связаны, когда, например, невеста перед свадьбой должна была пройти через каких-то определенных людей, когда... В общем, черти что там творилось. Второе – это воровство. С воровством они вообще извращались. Что-нибудь сказать в первом случае. Как они извращались? Например, они давали человеку взаим деньги. Эти деньги перед тем, как дать, шикались специальными духами. И на следующий день они приходили к этому человеку, которому дали в долг, к нему домой, завязывали ему руки, по запаху находили эти деньги, забирали и говорили, а сейчас ты не докажешь, что мы тебе забрали деньги, ты все равно нам должен. Или, например, все мы с вами знаем ситуации в нашей жизни, когда мы идем на рынок или в магазин, и там раскладки, я не знаю, безумного количества орехов, сухофруктов, что-нибудь там такого, ну давайте почище что-нибудь возьмем, когда мы просто можем взять там этот орешек, ягодку и с разрешения продавца попробовать. Бесплатно для того, чтобы купить потом этот товар. В целых рекламы, что делали в поколении ноах, они подходили на рынке, все люди брали по одному орешку, как будто бы как бы бесплатно, и заканчивали все, что было на прилавках этого продавца, оставляя его ни с чем. В общем, черт и что у них было тоже в денежных отношениях. И третье, что они делали плохого, это Овдея, Вода, Зара. Они поклонялись идолам. Все три вещи сказали наши мудрецы, которые Всевышний говорит про ноаха. Они приходят нам показать, что ноах был другой во всех этих трех аспектах. Как мы это знаем? Приводят они, что тамим переводится как... Очень сложно перевести на русский, правда. Тамим — это чистый, это человек, который всегда с одной женой. То есть, тамим Всевышний сказал, это значит, что он не ходил по другим женщинам. Второе, когда Всевышний сказал про ноаха цадик, от слова цедок, он жил на те деньги, которые он заработал, и даже не думал воровать. И третье, когда написано про ноаха, что он ходил путями Всевышнего, это напротив того, что остальные поклонялись идолам. То есть сейчас нам становится понятно, что Всевышний его так выделяет. Но самое главное и самое интересное вообще вопрос у меня к ноаху. Как так получилось, что кроме того, что он сохранил своё лицо чистым, он ещё и воспитал детей так, что они шли его дорогой. Как так может быть, что во всём этом обществе, в котором принято однополые браки, айфоны, побег за материальным, когда не успевает выйти один, телефон уже надо второй, когда новые шмотки, новые какие-то вещи, и общество тебя тянет за собой в какую-то глушь, когда ты забываешь вообще про духовность, когда мы, взрослые, можем взять себя в руки, уделить в четверг с 7 до 8 на урок, например, Торы с 1. Молодцы! Как научить детей тому, чтобы они тоже умели себе ставить рамки. И с Божьей помощью мы тоже об этом поговорим в конце урока. Осталось немножко. Вы молодцы, что вы со мной до конца. В общем, Ног был красавчик не только в том, что он себя держал, но ещё и дети и жена. У него были такие же честные и порядочные. Это когда к один рабу... Один человек его назначили рабом города, и он пришёл к Рэбе за благословением, и сказал, что мне надо делать для того, чтобы быть хорошим раввином. И Рэбе сказал, будь как Нуах. Тебя должны большинство любить, и немного людей обязательно должны тебя ненавидеть. Почему? Потому что если тебя все любят, это значит, что... Чуть тебя грешники любят. Значит, ты мне говоришь, что надо соблюдать, надо свои качества немножечко корректировать. Если тебя любят грешники, значит, ты плохой раввин. А если ведь тебя ненавидят все, значит, что... Окей. Амитай. Очень хороший комментарий, я его дочитаю. К сожалению, я не мудрая женщина. Я читаю то, что говорят мудрецы, и пытаюсь перенести это вам. Это одно из объяснений. Конечно же, многие комментарии, это мошаль для того, чтобы нам легче было понять. Но факт, что Ноах Первый родился с пальцами, у нас есть. Почему и для чего, и какие руки были до этого, я вам сказала одно из объяснений. Уверена, есть тоже другие, но они не подходят под тему нашего урока. Итак, мы продолжаем. Во времена войны в Сибирь был сослан один очень знаменитый раввин Раф Гольдман, которого все называли Рэбейзвиль. Он происходил из местечка под названием Звиль. И он был очень сильным человеком, он держался как мог, он не терял здоровье, несмотря на эту всю сложную работу. И как-то проживал все эти работы в Сибири достаточно стойко. И вот в какой-то момент, после долгих-долгих лет работы, его с одним человеком позвали в какой-то склад, сказали, послушай, нам надо освободить сейчас склад, нескольких людей мы должны освободить, мы хотим вас и вас выкинуть отсюда, идите и ищите себе другое место, больше здесь мы вас не держим. Вот ручка, подпишите, чтобы уходить. Рэбейзвиль смотрит и думает, сегодня же шаббат. С одной стороны, какой шаббат, когда я здесь про жизнь и смерть, мы знаем, что шаббат откладывается для того, чтобы спасти чью-то жизнь. Но с другой стороны, я сильная, здоровье у меня не такое слабое, и я, наверное, смогу дожить до конца моей ссылки. Не буду нарушать шаббат, не подпишу. Ты дебил, спрашивают его, у меня шаббат, я не подпишу. Дают ручку второму старику, и он смотрит и думает, а как я подпишу? Ну, этот своей жизнью сейчас рискует, остается здесь, я как бы тоже еврей, не такой праведный, но сейчас мне будет стыдно про нем подписывать. И тогда Рэбейзвиль говорит, дайте мне ручку, я вместо него подпишу. А что это, у тебя шаббат, ты же как бы не можешь подписывать. Он, это вопрос жизни и смерти, для него я готов нарушить шаббат, а я еще продержусь. Вы дебилы, подпишу я вместо вас, идите отсюда. Так он пишет в своей книге. Ну, конечно, не такими грубыми словами, как я, но факт остается фактом. Почему Всевышний хвалит Нуаха, но не называет его нашим прадцом, и позволяет себе вставить такое слово, чтобы мы все находили каждый год подколки в сторону Нуаха. А он был цадик, ну такой, в том поколении, в нашем поколении он был такой же, как и мы. Почему он не считается нашим прадцом? Потому что у него не было желания помогать другим евреям. Потому что в том поколении этого было достаточно. Ты сам за себя, ты держишься за свою семью, вокруг тебя акула, и ты спасаешь только себя, пожалуйста. Но это не еврей. Это не может считаться в нашем поколении праведностью. Почему? Потому что в нашем поколении мы все должны быть ответственны друг за друга. Если мы живем с вами, например, мы в Киеве жили в офисном здании, где было очень мало семей, но было очень много клубов каких-то, барбершопов, что там только не было в центре Киева. И у нас была возможность с моим мужем сказать, дети, послушайте, мы живем в Галуте, закрывайте глаза, не смотрите на этих людей, не смотрите на их праздники, не смотрите на то, как они одеты. Мы другие, мы только за себя держимся. Или второй вариант, так бы сделал Ноах. Второй вариант, как делают евреи. Дети, а давайте-ка среди всего этого найдем еврея, которому можно помочь. И оказалось, что напротив, в барбершопе у нас был мальчик, в котором мы каждый праздник носили атрибуты праздничные евреи. И под нами жила бабушка Роза, которая тоже еврейка. И в соседнем подъезде у нас жила замечательная еврейская пара, которая потом начала ходить в синаголу. Еврей не имеет права отвечать только за себя. Раби постоянно говорил одно предложение, которое, в принципе, смотивировало меня тоже сесть перед камерой, то, что я до сих пор волнуюсь, боюсь и переживаю, и начинать вам говорить, несмотря на то, что у меня нету никаких знаний. Раби говорил, выучил алиф, научи алиф другого. Не обязательно знать весь алфавит для того, чтобы идти и помогать другим евреям выучить то, что ты уже выучил. Я не мудрая, я не знаю ничего. Ну вот вчера я выучила этот урок, и сегодня я уже бегу вам его рассказать, потому что я ответственна за то, чтобы вы пришли. Зашабатный стол, даже если у вас будет включен телевизор, включен телефон, и смогли что-то рассказать своим детям. Недельная глава Ноах, и был он праведный, но не такой, как все, а каким он должен был быть. Если вы это скажете, моя цель, пусть вы будете в комментариях смеяться, но делайте мне замечания, говорите, что я неправильно говорю. Один из вас возьмет что-то с этого урока, свою миссию, я уже с Божьей помощью выполнила. Представляете, что произошло вообще другими словами, если мы вернемся в нашу историю. Спасибо большое. Ноаху сказали, послушай, друг, все хорошо и прекрасно, живешь ты в плохое время, уничтожу я всех, и бабушку твою уничтожу, и дедушку твою уничтожу, и всех племянников твоих уничтожу, и всех соседей, с которыми ты жил все это время, уничтожу. На что Ноах, не думая, говорит, а где молоток, где лопата, где, я не знаю, там, гвозди, давай, давай, неси, главное, что ты меня оставляешь в живых. Несмотря, если мы посмотрим на такие же ситуации, такие же испытания, которые были у наших праотцов, мы с вами поймем, в чем кардинальная разница. Когда у Авраама была такая ситуация, когда Всевышний сказал, я уничтожу лота, я уничтожу сдом, вы помните все, что такое город, место под названием сдом, Авраама Вину вдруг из милого дедулечки превратился в наглеца, который встал перед Всевышним и сказал, стоять, Всевышний, кого ты там хочешь уничтожить? Давай так, на спор, кидаем монетку, есть там 50 праведников, ты не трогаешь этот город. Че, нету? Какой проиграл? Не проиграл, дай второй шанс, 40 ищи праведников, 10 ищи праведников, одного найдешь, ты оставишь этот город, ты понял? Че, я одного нету? Ну ладно. Он боролся со своим характером, стоя перед Всевышним, командовал, чтобы ни один человек не умер. Что сделал Моше, когда две недели после того, как он вывел их из Египта, произошли чудеса, раскрылось море, появился ман, колодец Мирьям, мы с вами в Суккот говорили про как это, облака, которые окружали их со всех сторон. Прошло две недели. Моше поднимается на гору, получает Тору. не, там не две недели прошло больше, извините. Спускается, а там стоит золотой телец. И любой человек сказал бы на месте, Моше, вы, ну, 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 слов у меня на вас не хватает. Да сколько я вам твердил, сколько я вам говорил, сколько я вам показывал, ничего с вас хорошего не выйдет. И когда бы Всевышний пришел и сказал, Моше, я хочу этот народ истребить, Моше должен был что сказать? Да к чертовой бабушке этот народ, дай мне новый, тем более, что Моше Всевышний сказал, Моше, из тебя произойдет другой народ. Они будут твоими потомками, они будут все праведниками, с ними не будет этих проблем. Любой бы согласился, любой. Что сказал Моше? Если ты хоть одного из них тронешь, можешь стирать меня из всей своей книги Всевышней. После всего, что он сделал. И на самом деле мы видим, что когда вы открываете недельную глава Китиса, там нету, ой, извините, Никитиса, ТЦВ, там нету ни одного упоминания про Моше, потому что каждое наше слово записывается и потом повторяется, и потом Всевышний исполняет это, не дай Бог. Насколько надо следить за своим языком. Так вот, наши праотцы за каждого человека, за каждого еврея боролись. А Ноах даже за своих родных не захотел бороться. Сын, дочка, все нормально, жена со мной, остальные горе, оно пропадом. В наше время такое поведение недопустимо. И поэтому Всевышний показывает нам Ноах замечательная модель для начала. Как противостоять обществу, как противостоять своим дурным поступкам, как следить за своим поведением. Но если ты хочешь быть евреем, если ты хочешь быть праведным евреем, этого недостаточно. Поэтому первый наш праотец это Абрам, а второй цехак и третий Яков. Почему? Потому что они все выстояли это испытание, и все боролись за каждого еврея и за весь народ в целом. Почему все-таки Ноах назван у нас праведником? Это очень интересный вопрос, на него есть много комментариев. Я привожу вам тот, который мне больше всего понравился. Надеюсь, что он тоже так же вам засядет в душу. Когда я вам говорю будьте такими как Муше, сделайте для вас примером для продорожания Авраама, Ицхака и Якова, все вы и я в том числе скажем где я, а где они? Они были великими людьми, оттуда даже не начну свой путь, потому что я никогда туда не дойду. И поэтому Всевышний говорит, а туда и не надо идти. Такие люди рождаются раз в поколение иногда и реже. Будьте такими как Ноах. В плане что Ноах был такой как вы, обычный, ничего не предвещало, и он жил в тяжелое время, он боролся со всеми один, и все против него были. Если Ноах нашел в себе силы сказать я смогу, то почему мы с вами иногда падаем и говорим, что мы не сможем, общество сильнее, да вокруг меня на работе неевреи, дома неевреи, там я не знаю, близкие неевреи, они все говорят, что не надо, как я против них пойду. У Ноаха весь мир был против него. Второй вопрос, который мы с вами задавали, я хочу ответить, уже немножко вас освобождать, почему Всевышний так хвалит Ноаха. Ну все, поняли мы, что он был другой, ведь одним словом можно было сказать Ноаха был другой, те грешили, он не грешил, зачем давать столько ему комплиментов, как мы с вами сейчас поняли, в принципе, незаслуженных, потому что он для нас даже не является примером. и здесь Всевышний нам дает невероятный урок для воспитания наших детей. И может быть, из-за того, что этот урок приведен в недельной, в этой недельной главе Ноах, где мы с вами говорили, что все дети Ноаха пошли тоже его праведными путями, может, это и есть секрет, тот единственный для того, чтобы вырастить достойное поколение. Всевышний не скупился на комплименты, потому что слова имеют силу. Даже если мы видим, что человек ну шлымазал, ну ничего у него не получается, ну делает много ошибок, если мы ему будем говорить и здесь ты упал, и здесь ты ошибся, ну что здесь ты уже не мог подумать, этот человек будет продолжать падать, и падать, и падать. Всевышний видел, как Ноаху тяжело, и он говорил, ты лучший, ты сможешь, ну и что, что Ноах был не лучший, ну и что, что мы вообще его не вспоминаем, и он для нас не служит примером. Всевышний показывает, насколько слова поднимают любого человека и возносят его даже на всем обществом, в котором он находится. Насколько мы должны это правило взять по отношению к нашим детям и перестать им говорить, опять ты не убрал, опять у тебя в комнате грязно, опять ты не убрал, опять, 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 повторяя ребенку, как молотком вбивая ему в голову, ты всегда так делаешь и всегда будешь делать, мне надоело тебе повторять, да сколько можно. Вот эти вот все предложения, они унижают человека. И если бы Всевышний в нашей недельной главе не сказал бы, «Ноах, ноах, ты цадик, у тебя есть харизма, я тебя выбрал, ты молодец», ничего бы у ноаха не получилось. Всевышний эти слова говорит как бы, просто так, незаслуженно. Но если бы Всевышний не сказал эти слова, не было бы нашей недельной главы ноаха. И непонятно, что бы было с нашим поколением, и непонятно, что бы было с теми поколениями. Слова имеют силу. Попробуйте, так как я люблю давать каждый, в конце каждого урока какое-то задание, и в первую очередь это задание для меня. Попробуйте завтра сказать своему ребенку на протяжении дня, ребенку, мужу, жене, родителям, вашему близкому окружению, какие они замечательные, какие они хорошие, какой борщ получился, какие блинчики, и как она замечательно выглядит, как круто ты почистил зубы, они у тебя блестят. Десять комплиментов, и вы увидите, как настроение в семье изменится. Потому что что? Потому что у Всевышнего получилось, у ноаха получилось, и у нас с Божьей помощью получится. Не скупитесь на комплименты, верьте в свои силы, и знайте, что Всевышний нам дал силы для того, чтобы любое испытание, и даже все, что происходит сейчас в мире, пережить с Божьей помощью. Все, за кого вы просили молиться, этот урок за них, в памяти моем папочке Велволу Бен Мэра, и за успех во всех ваших делах. Шабу Аттов, до свидания.